здравствуйте друзья пятница неработница вообще пятница хороший день и тут вообще хорошо во первых абрикосы вот мы только справа если вот туда значит там сады сады эти тут всегда были сады вообще сани вылз где мы сейчас находимся лет 70 назад тут вообще ничего не было одни сады но потом вот сорок боюсь соврать седьмом что ли году расчистили место и построили вот ту улицу на которой мы живем и там вот это была первая улица вот среди этих садов там под потом подрядчик который это делал он потом еще строил и тут есть вот например сейчас проехали там три улицы названы женскими именами этого по именам своих дочерей называл не было три дочери ну так так да так вот все это были сады грушевые персиковые абрикосовые яблочки там росли еще может чего не знаю все это были сады никто не жаловался на нехватку влаги в те времена во всяком случае многие сады остались там где их не снесли там где за ними ухаживают так потихонечку сносилась сносилась но тут есть вот вот это вот городской центр такой и их не не сносили эти сады они там стоят причем это не только здесь например в лос-алтосе то же самое там вот этот комьюнити центр и вокруг него вот эти вот оригинальные сады так они стоят за ними ухаживают собирают фрукты и ягоды но ягоды нет фрукты собирают и там же прямо продают сладка вот так выставляют такой и продают я по моему год назад как раз снимал там мы со светой ходили покупать абрикосики это от нашего дома если пешком идти то может минут там 15 а если так на машине то вообще две минуты и светлана заезжает покупает абрикосы сейчас сезон сезон заканчивается сегодня с утра вот она специально поехала и купил там абрикос и сегодня последний день больше они не торгуют и продолжалось это недолго может быть недели внутри максимум в прошлом году как ты их на больше хватило и надо сказать что доля от того что прям с дерева вот она свежая такое то ли сорт такой этих абрикос я не знаю но они просто как амброзия какая-то ты вот его берешь этот абрикос и ты понимаешь что ты не понимал раньше смысла жизни такие абрикосы мы ровно неделю назад когда снимали там фруктовый ларек на хайвее для вас и там тоже были абрикосы мы там тоже прикупили и они неплохие были не не жалуюсь но это но это было не то вот не знаю как объяснить может быть сейчас уже не высаживают те сорта что когда-то были или просто местность другая там естественным образом другие сорта там санта круса здесь кремниевая долина не знаю во всяком случае это какие-то бесподобные абрикосы соответственно настроение хорошее вообще с утра и солнышко светит смотрите с чего быть плохому настроению у нас был паренек один я несколько раз по его упоминал он мрачный ходил студент только мрачный я могу отчет такой не улыбнешься никогда какой-то ходишь серьезный какой он говорит а повод где улыбаться как повод дайте где-то я тоже может улыбнуть вот я думаю так повод же не нужен если хочешь улыбаться улыбайся всегда повод есть вот повод там солнышко светит уже повод там травка зеленая повод абрикос скушал повод вот палец показал вот вот палец совсем показал и уже смешно но если настроение смешливое а если допустим настроение такое плаксиво это показал палец он и заплакал так вот бывает да это как бы все таки такая уже функция рождения да то есть вот человек родился и он уже с каким-то уровнем там энергии плаксивой на одной стороне жизнерадостной на другой стороне я не знаю можно ли это изменить и а нужно ли вообще меня то есть у плаксивых у них какая-то своя там компания жизнь там друзья которые любят все это послушать на на вот а уже радостных какая-то другая тусовка на эту тему массу не то чтобы анекдотов но таких житейских мудростей там найти про оптимистичного там и пессимистичного вот есть такая американская когда мальчика пессимистичного завели в комнату полную игрушек и там жираф не того цвета слон не того размера все будет а оптимистичного мальчика завели в комнату где была громадная гора даже не как назвать ну в общем какашка и он туда мир в эту гору и давай копать и ну люди которые привели они для что ты делаешь в ужасе и он ведь видит матча в щит за шутбе и боль сам вар то есть при таком количестве дерьма где-то должен быть пони и он пошел искать пони отражает мне кажется хорошо друзья давайте лучше будем искать пони кучи дерьма нежели плакать на не идеальные формы слонов жирафов и других замечательных предметов которые нам посылает судьба вот такой у меня можно сказать утренний пятничный пятница тоже повод порадоваться что там будет я даже не знаю если честно вот я еду и не знаю что-то у меня на пятницу мне дают с утра список опойтментов чтобы я так знал когда у меня что время планирует а так не знаю сегодня у нас придут измерять придут измерять потолок в нашей пристройке там где ванная комната вот эта часть и нарежут потолок этот самый натяжной нарежут потолок где-нибудь за выходные его установят вот это будет может быть последняя такая точечка в нашей стройке тоже хорошо вчера прихожу с работы двери установили там душик вот и установили к нему стеклянную дверь хорошую такую симпатичную дверь с ручкой ходит в обе стороны хорошо чего не радоваться то я даже не знаю обычно в пятницу у нас в офисе происходят всякие безобразие безобразие эти состоят в том что кто-нибудь приносит какое безобразие на предмет скушать безобразие могут принести и самый обычный день вот вчера например девочка у нее день рождения случился хороший такой вот она принесла торт сама сделала торт в громадной коробке очень вкусно я кусочек так себе позволил маленький вот безобразие это то что во вред здоровью это вчера позавчера женщина она у нас когда-то училась она была врачом в бишкеке в киргизии была врачом потом у нас училась уже сколько-то лет тестирует и тут сын у нее тоже пришел уже большой парень получил сейчас уже работу нашел и она это она не первый раз у нее дать такая страсть к готовке национального и вот она такие во-первых плов конечно был хороший потом слова забываю такие треугольнички с мясом внутри очень вкусно в общем вот так вот мы фактически предавались вот этим низменным гастрономическим страстишком а как удержаться ну в меру конечно вот так что мы в нарушении восточной традиции руками мы там это не брали культурно по тарелочкам там вилочка все так хорошо вот так что пятницу как бы шанс нарваться на что-нибудь такое выше потому что люди которые там например вышли на работу они норовят в пятницу чуть принести как-то им попроще может быть пораньше там уйдут из офиса и сразу раз бум ой некоторые они более тонко они алкоголь несут вот вчера принесли мне бутылку карвазия коньячокс ну единственно что я не бью практически это некоторые говорят что вы тут алкоголики мы все время на винодельни ходим там что-то такое но это для съемки это же практически бутафорная все ну то есть так если даже не бутафорная то 50 грамм и на тоже и того нет вот а так мы конечно не пьем но в коллективе знаете всегда находится куда деть так что вот и самое утонченное это когда фруктами фруктами тоже хорошо вот а то знаете некоторые они это такая тоже утонченная форма они заказывают эти фрукты их привозят с со льдом чтобы не потаяло и все это обмакнутое в шоколад там клубника в шоколаде там банан в шоколаде ананас шоколаде яблочко в шоколаде яблочко в шоколаде не так хорошо но единственно что крепко держится такое твердая форму сохраняет лучше так что друзья как ну как вот не радоваться жизни вы скажите плюс зрители смотрят наши видео комментируют культурно если что не культурно распионе и все остается культурно вот так что опять же радость блогеры общаются с блогерами молодежь такая значит нас контактирует и говорит давайте со мной интервью снимем и мы с некоторыми уже на неделю там если не больше мы пытаемся сойтись во времени потому что географические мы разные и бывает ребята работают а в ночную смену где-то папну по всякому то есть вот просто пересечься на полчаса заранее договорившись очень сложно со мной вообще заранее о чем-то договориться очень сложно потому что такой график дерганный и мне гораздо проще спонтанно там куда-то выскочить но 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 просто люди у которых день размерен и им как раз трудно спонтанно у них как раз все расписано поэтому тут надо как-то вот так совместить в принципе мне легче подстроиться я просто забываю если это не забито в мой мой календарь то я я забываю не потому забываю что память плохая а потому забываю что все время что-то стек ко мне входит оттуда сверху добавляется неожиданного вот если бы все было заранее спланировано было бы легко жить так получается что много не запланированного что тоже радость жизни потому что никогда не знаю что на тебя упадет в рассылка идешь и какой-то сюрприз да ну обычно хороший обычно хороший сюрприз хотя всяко бывает но и как вам сказать американцы гатт шит хэппенс да ну то есть это правда но если ты не можешь жить вот и никогда не вступать ни во что такое поэтому если ты вступил но это не было исключительно содержанием твоей жизни а так иногда случается тоже повод радоваться думаешь парика все-таки немного этого добра в нашей жизни не существует же в природе такой задача счет free environment нет такого в эти мы же не идеалисты вот не либералы какие-нибудь безответственно реалистично смотрим на жизнь я надеюсь реалистично но с оптимизм вот так скажем обычно реалисты реалистами себя называют люди которые очень пессимистичны и ничего кроме этого вот тут вещества не видят как правило они себя называют реалистами я из других соображений я из тех что все-таки реалист это тот кто достигает тех целей тех результатов которых он хотел достичь значит если он ставит задачи цели задачи выбирает там формы методы там и так далее то он соответственно получается как задумано это значит что он живет в реальном мире потому что люди которые живут в нереальном мире у них ничего не получается так что для нас для меня вот данном случае критерием жития в реальном мире является то что задумал сделал получилось значит в реальном мире живем реальный мир меняется и люди которые казалось бы жили всю жизнь в реальном мире перестают соответствовать как хочешь такого тоже то есть в реальном мире мало оказаться в нем надо еще удержаться так можно сказать то есть надо все время себя поддерживать форме реализма и не принимать желаемое за действительное а так хочется друзья так хочется принять желаемое за действительное я думаю женщины меня поймут даже лучше мне кажется они они в этом плане ближе вот подумалось и вот уже и думаешь вот же он а он может быть а потом год надо было маму слушать да так что видите как мы с вами ля ля то поля вроде только сели а уже на работу я приехал что тоже позитив правда ну уж какая радость приехал на работу вы можете сказать а что за радость на работе вот сидел бы дома в этом смысле жена меня не понимает она думает что у меня дома идеальные условия меня там офис компьютер стоит никто меня не трогает ну с ее точки зрения вот и сиди себе работа еще тебя какой-то офис где тебе все время дальше там прерывают дергают какие-то люди значит все время хотят твоего внимания там и так далее так далее а вот сиди дома и работы я с одной стороны как бы ее понимаю с другой стороны но ты ж какое счастье вообще быть востребованным и чтобы все время были люди вокруг которым нужно твое внимание а ты будешь говорить ой боже как я как я устал как много внимания в эти как как у меня в никакой жизни не осталось только вот это внимание 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 но ведь знаете какой кошмар когда нет внимания когда ты никому не нужен вот когда рецессия и я помню это время там 2000 ну первый второй третий немножко даже 4 когда вот интернет бумов валился и нет внимания и никому ты не нужен и никто свои планы с тобой не связывает и вот у меня было абсолютно такое ощущение аж молодой мужик был мне там было нам но 45 лет 44 45 и у меня было ощущение такое что я свою жизнь уже прожил и наши уже ушли куда-то а меня забыли я вот тут остался в этой жизни никому не нужны не востребованный там страхованием это достали заниматься поскольку школа фактически свелась там к двум-трем ученикам в классе хотя бы мы не бросали я продолжал вести но разве это лучше поэтому выпьем виртуальном смысле за то что всегда было внимание за то что всегда быть востребованными за то чтобы всегда были люди которые свои жизненные планы с тобой связывают и на тебя рассчитывают и готовы свою часть работы делать или просто вот заглядываешь в класс особенно знаете в этом шлеме с рогами тут я заглядывал который нам подарили и и все улыбаются вот просто ты заглянул а тебе улыбается там толпа там 30-40 человек так что вот за это и выпьем позитивненько все друзья запарковался хорошими вот я приехал ведь уже не так рано что там у нас 1032 я мог приехать на час раньше и уже не было бы место вот так вот у здания стать а я приехал на час позже и есть место ну вот ведь везуха поперла